Приветствую, дорогие братья и сестры! У нас немножко сегодня укорочено будет собрание. Время очень коротко. Мы откроем послание к Ефесянам, 5 глава, с 1 стиха. Послание к Ефесянам, 5 глава. Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас, в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже упоминаться у вас, как прилично святым. Так же сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив – благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их». Я хочу сказать, братья и сестры, апостол Павел обращается к церкви Ефесской. Никогда не забывайте, что в Ефесии находился храм Артемиды Ефесской. Это место разврата тяжкого и страшного, который распространялся на всю округу. Поэтому два часа фанатично кричали «Велика Артемида Ефеская!». Суть языческих храмов заключалась в том, что там было узаконенное блудодеяние. Если кто читал книгу «Вавилон исторический», там был такой храм Мордука. И что интересно, вот эти жрецы, они знали, наблюдали за населением города Вавилона и наблюдали за молодыми девушками. И если они приходили уже в возраст, они были обязаны отдать свою девственность Мордуку, прийти туда. Вот, братья и сестры, если девушки медлили, они напоминали, а потом какие-то принимали меры. Это язычество. И в таком состоянии точно был храм Артемиды Ефесской. И вот там образовались люди, которые познали Господа Иисуса Христа. Это Ефесская церковь. Апостолу Павлу надо было направить этих людей, чтобы они отрезали все прошлое, греховное, тяжкое. И он говорит, подражайте Богу, как чадо, дети возлюбленные. Я хочу сказать, эти слова говорят, покажите ваше родство и единение с Отцом. Родство. Мы возрождены. Вот помните, первая глава Евангелия Иоанна пришел к своим, и свои не приняли. А тем, которые приняли, верующим во имя Его, дал власть называться детьми Божьими, которые не от хотения мужа, не от хотения плоти, но от Бога родились. Братья и сестры, если только мы пережили возрождение свыше, брат хорошо об этом сегодня говорил, если мы действительно от Бога рождены, только тогда мы можем подражать Богу. Нерожденный, мертвый человек подражать никому не может. Он мертвый по делам и преступлениям. Вы скажете, ну в церкви этого не может? Может. В церкви порой бывает балласт. Люди случайно пришествуют. Об этом очень много мест священного писания. Поэтому сегодня к нам вот такое направление. Если кто-то еще не имеет этого внутривого на рождение от Бога, вы еще на пути к спасению. Потому что решает все, когда мы приходим ко Христу. Он возрождает, он дает нам новое сердце, обновление. Только тогда мы способны бороться со грехом. Братья и сестры, Бог свят, праведен, много милостив и истинный. И Он говорит, вот такому Богу подражайте. Как это слово подражать? Вот, братья и сестры, обратите внимание. Брат много сказал. Если мы слушаем и исполняем, то мы подумимся мужу благоразумному. И тогда ветры, бури, они на наш дом навалятся, но он устоит. Почему? Мы живем в Слове Божьем. Вот когда мы просматриваем историю, вот обратите внимание, от древности написано, и ходил енох пред Богом, и не стало его. А послание евреев поясняется, ибо прежде своего переселения он получил свидетельство, что угодил Богу. Это подражание, братья и сестры. Енох так ходил пред Богом, он подражал. Он подражал в правде, в святости, в милосердии. Он ходил пред Богом, и Бог взял его. Следующий мы читаем, пятую, шестую главу, особенно шестую главу, когда люди крайне развратились на земле. Крайне. И там написано, от юности они только делают зло. И Господь увидел одного человека по имени Ной, и сказал, Тебя я увидел одного праведного предо Мною. Братья и сестры, очень хорошо показано, кто, может быть, видел такой видеофильм Ной. Ной идет вот с таким мешком, там у его инструменты, ну как плотник, как будто идет с работы, усталый такой, и вдруг Господь ему проговорил. Он опустился, бросил мешок, согнулся, и Господь говорит, строй ковчев. Но я не на это хочу обратить внимание. Длина его 300 локтей, ширина такая высота. И Господь перестал говорить, но и стал, и тут же начал мерить. Идет и меряет 300 локтей, чтобы начать послушание. Бог сказал, надо делать незамедлительно. Вот, братья и сестры, подражание, подражайте Богу, как дети возлюбленные. Я хочу обратить на это внимание Авраам. Вот такие личности, братья и сестры. Вот Авраам живет в Урехалдейском. Это очень благодатное место. Это долина ли рек Тигр и Ефрат. Там где-то находился Эдемский сад когда-то. Это очень благословенное для земли место. И вдруг Господь говорит, выйди из родства твоего. Ну, братья и сестры, как бы мы это сделали? Вот сидит с сестричкой, сегодня сестра, уходи со своего дома и иди на тот берег. Я говорю, Господь, мы бы сразу побежали, мы бы 10 раз подумали, мы бы прибежали к присвятерам на совет, братья, вот голос такой. Сказал, вставай и уезжай на тот берег. Мы бы нашли 30 причин, чтобы не поехать. А Авраам был-то подобный человек, у него не было автомашин таких, как у нас, у него тогда не было поездов и самолетов. Надо садиться на ослика и двигаться в этот край. Братья и сестры, он послушал голоса Божьего. А место, где сказано о том, возьми сына и принес, это вообще, оно трудно постигаемо. Я лично боюсь об этом месте проповедовать. Я порой слышу, братья-проповедники прочитают место, они не объясняют. Да объяснять трудно. И порой неверующие люди, посетители слушают, говорят, что такое? Бог сказал, иди, сына, принеси в жертву. Братья и сестры, это единственный, Бог знал, кому он предлагает. Этот человек уподоблялся Богу. Он подражал во всем Богу. И я хочу сказать, наверное, единственный человек в Библии, написано, он стал другом Бога. Нам тоже трудно понять, как это Авраам, друг Бога. Но он запросто с ним разговаривал. Он разговаривал, из-за открыто Авраам следовал. Подражайте Богу. Вы можете, сегодня мы можем сказать, но Бог с нами не разговаривает. Братья и сестры, Бог с нами сегодня разговаривает гораздо больше, чем с теми людьми. Он оставил нам Слово Божие. Слово Божие. Это Слово, направление, это воля Божия, это характер Бога. И Господь говорит, вы подражайте. Вот видите, какой Бог. Много милостивый, праведный, святой. Подражайте. Далее написано, как его дети. Дети. Это интересно, братья и сестры, когда вот, помните, апостол Павел говорит, и потом, он перечисляет, когда Христос явился там верующим, апостолом, и потом говорит, и в конце явился мне, как некоему извергу. Ну, вот это изверг. Я помню, один брат у нас, пресвитер, там в Казахстане объяснял, он нашел где-то изверг, это недоносок, недоношенный. Он так пытался его объяснить. Вот, братья и сестры, Бог делает вот таких извергов, которые живут во грехах, как мы с вами, Он делает нас своими детьми. Поэтому в третьей главе первого послания Киана написано, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мы теперь дети Божьи. Вот, братья и сестры, если мы это переживаем, если это в нашем сердце сегодня есть, мы на прочном основании, на твердом основании, нам есть на что держаться сегодня. Поэтому пусть нас сегодня Господь благослови. Далее, как мы стали Его детьми, братья и сестры. Самый лучший стих Библии, Евангелии, 3 глава, 16 стих. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Вот, братья и сестры, основание нашего усыновления. Как важно нам держаться, не потерять этого усыновления. Друзья, дорогие, поэтому пусть Господь нас в этом благословит. подражать Богу наша задача – это путь освящения, ибо написано «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец на ваш небесный». Братья и сестры, у нас может возникнуть такое мнение, почему так Бог строго требует с нас. Нам хочется вот эту планку, стандарт, Господи, давай немножко пониже. Я как-то говорил, я учился в школе, и нас заставляли прыгать в высоту, ну, физкультура, а не было таких-то, два человека станут и держат веревку, а это мои друзья, а учитель сидит, ага, четыре, пять, три, ставит оценки. Я говорю, когда я буду бежать, ты пониже опусти. Я бегом опустил, я перепрыгнул, пять. Я же слукавил, меня понизили стандарты, я бы не перепрыгнул. Вот так мы пытаемся сегодня стандарты Божьи. Братья и сестры, почему у Бога такие стандарты? Он хочет нас делать гражданами неба. Туда не войдет ничто нечистое, преданное мерзости. Он хочет, чтобы мы жили на небе. Когда читаешь Новый Иерусалим, я вообще теряюсь в разуме своем. Это вообще не подражая. Это что-то, братья и сестры, уму непостижимое. И Господь хочет, чтобы мы были там. Поэтому и стандарты его такие. Он хочет, чтобы в этом городе была чистота и святость. А если я своим грузом, согрешений, пороков, приду туда, Господи, ну, ладно, пусти меня туда. Братья и сестры, поэтому подражайте Богу. Ведь Бог готовит нас к переселению на небо. Мы вот почему, братья и сестры, вот эти все собрания, вот брат сегодня говорил, братья и сестры, просмотрите, подумайте. Он и такое место говорит, не всякий говорящий Господи войдет, но исполняющий волю Отца. Вот почему нам сегодня надо постоянная проверка, братья и сестры. Это очень важно. Он не назвал, он так в словах сказал, Давид говорит, что в 38-м вспомнил, испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный, вот это должно у нас быть желание, братья и сестры. В этом смысл нашей христианской жизни подражать Богу через Его Слово. Пусть Господь сегодня благословит нас. Аминь.